Родить ребенка, дать ему хорошее воспитание, выучить и поставить на ноги. Задачи совсем непростые. Наверное, по этой причине многие пары решают, что один ребенок в семье вполне достаточно. Но есть и те, кого трудности не пугают. Конкурс «Супермама», прошедший на днях в столице как раз для таких женщин. Многодетная семья – это нормальная семья. Должно быть много детей, детский смех. Каждый новый ребенок вдохновляет на что-то новое, интересное. Показать, что это в принципе в Беларуси всегда была традиция больших семей. И если мы будем вспоминать, то наши предки все из больших семей. Там было по 10 детей, и это никого не удивляло. Певица Лариса Грибалева сама мама, пока еще не многодетная. Вдохновилась успешными и талантливыми женщинами, которые каждый день трудятся дома и на работе. Одно из главных условий конкурса – быть не только многодетной мамой, но и преуспевать в карьере. Так уж случилось, что из всех мам перед началом конкурса наша съемочная группа решила познакомиться с Еленой Мирончик. Что это – случайность или журналистское чутье – неизвестно. Но именно Елена и стала победительницей конкурса. Сейчас, может быть, какой-то легкий мандраж присутствует, потому что я ощутила всю эту атмосферу. До этого мне казалось, ну что здесь сложного? Ну мы же мамы, этого уже достаточно. Ну как бы показать, какие мы, какие у нас хорошие детки. А теперь я понимаю, что сердечко-то, оно немножечко уже стучит. Жюри не смогло устоять перед душевно исполненной песней и тортом, которые Елена подготовила для творческого номера. Кстати, песню победительница посвятила своей маме, которая пришла поболеть за любимую дочь. Давайте поддержим бурными аплодисментами Еленой Мирончик. Короны за каждое мгновение своей жизни, в котором они нежно, тихо любят свое дитя, как может только один человек на земле – мама. Катерина Шарак, няня патуков, «Наше утро». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова